вы на самом деле должны были бы сделать канал youtube все вы можете пока это самое вы можете пока не начинать но в принципе может у меня так значит ребята пишем вопросы кто читал книжку не читал книжку веб-сайт смотрим задаем вопросы как сами вот тут вот под этим видео блогер здесь оля брукман и зовут она замужем за американцем и у оля как раз она замуж в америку вот они это ее тематика вот но она знаете как она то ли аудитория специфичная то ли потому что именно в америку там я не знаю но но когда с ней первый раз разговаривали и я говорю вот где девочки тебя смотрят там маши ресторанск то что нужно первым делом вот что первым делом надо развести с тем кто есть и да и я я не ожидал такого ответа я думаю это значит что она постоянно имеет дело с людьми которые уже начинают шопать жениха в америке потому что может там не найдешь то что же этого теперь бросать я логику понимать до пламби поэтому еще олю позовем там на вопросы отвечать это будет шикарная тема вообще по идее вы должны свой канал такой иметь и он будет слегка может быть даже юмористическим потому что когда вы будете письма зачитывать там все будут покатываться смотреть будут не только те кто хочет замуж а те кто просто хочет поражать это вы сразу вернетесь к своему пичди сразу вернетесь к своему к аудитории у вас теперь аудитория будет не то что там в университете какие то которые еще может и никогда не любили а тут понимаешь ну на самом деле когда вышел сюжет обо мне на одном из национальных каналов я была в гостей было очень много писем поехали вот и после этого сюжета я получила очень большое количество там писем 300 лет и было очень смешно потому что много писем было от молодых людей которые суждали что с ними встречалась я была очень без понятия кто они такие но почему-то они считали свой долгом написать мне как им было интересно со мной общаться чтобы я расскажу такую историю вы поскольку нас мало смотрите я вам скажу у нас есть такой герой нашего канала один из героев замыкарик прораб он меня направляет постарше такой мужик солидный и я однажды значит про него написал заметку газете в русской я был колумнистом и каждый месяц писал статью в частности у меня были веселые истории и там была веселая история которая состояла вот тут рашин фэйр бывает значит впавал то там джуки каждый год и мы когда-то активно участвовали каждый год участвую и звонит гаврика он тогда был холостой значит и он не звонит и как миша у вас там будет там павильончик свой на рашин фэр и куда угодно и что на чего я когда приду тоже с вами посидеть это воскресенье я буду с вами сидеть у школьного но он у нас учился вот и я говорю а какой тебе смысл там зачем подойдет допустим девушка какая-то симпатичная год возраст правильный там средних лет не замужняя и будем знакомиться я хочу тебя знакомиться у нас там-то человек ну как не посторонний человек не алкаш какой культурном месте сидит портнов компьютер скул то есть как-то доверие повышенное и я об этом рассказал ну просто так ну смешно мне было смешно и он действительно сидел мало того такие такие вот он сейчас жена это с этого началось все но это отдельная история и вот значит гарик я написал и первая реакция была какие-то женщины стали звонить в офис требовать чтобы с ним познакомить а у нее тираж 6000 экземпляров тогда было на местности была популярная потом значит позвоним мужик один уже прошло сколько-то времени и мужик и говорит скажите вы не могли бы меня вот свести с этим вашим товарищем который вот интересовался я думаю мужик я говорю а а что такое я говорю в чем смысл он говорит ну я так понимаю что должны же у него остаться неизвестный вариант то есть понимаешь как люди да вот к чему я рассказываю вот вам надо такой канал и вот туда все такое слушайте точно и вы тогда вернетесь обратно вот туда так я не стремлюсь к вершине так вы не к вершине вы как бы часть себя куда-то отложили а вы привыкли быть на публике на аудитории вы привыкли разговаривать ну вы знаете от публичности устаешь на самом деле слишком много внимания тоже я больше скажу у вас появится блок появится сразу там тысячи людей будут вас смотреть соответственно многим захочется кейк от вас причем с подписью в воде кейк с подписью или книжку с подписью с подписью а я читать не стану поставить как у меня так сами книжки у вас партнер компьютерского есть вам же приходят незамужние девушки неженатые молодые люди уже вы создали портфолио и были бы из меня как то все из вас нет я зачем приглашаю а тут еще что происходит как бы из моего окна вид так сказать на незамужнюю девушку значит нам приходит незамужняя девушка и когда она начинает через годик-два получать там свои восемьдесят 100000 если такая девушка была в ее жизни кардинально меняется качество мальчиков которые интересуются не в этом дело мальчики другие то есть она попадает другую среду если раньше официантка была например не потому что она всю жизнь официантка но она приехала первая работа вот он там выживала так она там может быть есть тут закончила этом почти закончила и потом она попадает в компанию и она начинает расти она начинает а там какой парней же много войти и они хорошие и у меня смешной случай был у меня была одна девочка такая она пришла учиться у нее был бойфренд менеджер по тестированию ну и научилась потом нашла работу и через год звонит ее мама я ее знал и она говорит михаил приходите к нам на свадьбу вот там в дочери я выслушиваю а это вот за кого замуж это тот что тут был вот тогда она говорит а какой тогда был я говорю ну менеджер потестировали нет миша ну что ты это наш как менеджер попрограммировать это девочка мне писала хочу познакомиться с молодым человеком но вы же понимаете когда ты находишься на определенном уровне ты уже смотришь на других людей я пишу а вы могли бы мне как бы более какой уровень ну вот смотрите вот вы купили себе первую машину купили за те деньги которые у вас были вы говорили себе toyota там honda вот вам хорошо у вас появилось больше денег вы выросли вам уже хочется лексус поэтому когда вот этот уровень когда toyota honda уже не устраивает уже нужен лексус я с одной девушкой ну такой ей было там в тридцатничку вот и она там была такая матримониальная и мы с ней обсуждали эти темы она говорит что понимаешь она если серьезно подходить к этому делу то в принципе вот эта концепция обезьяна которая прыгает с ветки на вид я как же любовь а как же вот ну я не знаю у меня родили всю жизнь вместе прием 40 лет жена ну ну как это просто не было ветки туда прыгнуть то есть в тот момент она потому что замуж и уже там так на этой ветке сидит то просто я чем рассказываю что в тот момент вот она так логически у него логическое построение ну все мы растем мы же начинаем с какого-то у нас определенное восприятие сложенное из семьи в которой мы росли где мы родились потом мы попадаем в общество где мы учимся это уже совершенно другое общество это может просто значит что человек никогда не жил в семье и не видел семьи в которой людей вот такие отношения и он просто не не понимает ценности этого то есть для него мужчина это подкажем источник там средств ну меркантильность конечно есть она присутствует никуда от этого не денешься не у всех но это есть мои родители уже 43 года швут вместе прекрасный хорошо в каком со света в этом году у нас будет 40 а я вроде совсем молодой главное как мы чувствуем себя в душе возраст это неважно физически наш физиологический возраст вообще он не определяет зрелость человека можно быть ребенком больше чем старше делаешься когда 60 70 80 90 все меньше и меньше зрелости все больше в детство ну что друзья вот видите мы для чего договорились значит если кто-то захочет помимо того что можно пойти почитать книжку купить и далее как то с вами ну понятно что пусть вопросы задают мы там еще вас позовем ребят позовем да ты как хорошенько эти были рядом тут ходить господи значит ну вот что бы им посоветовать то есть допустим так в каком формате больше вероятность того чтобы допустим захотеть как-то откликнуться индивидуально может быть пообщаться на фейсбуке это проще всего фейсбук ну что же хорошо